МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ЧУВАШ и информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Встречали с оркестром. Военные музыканты Росгвардии устроили предпраздничный флешмоб в одном из торговых центров Чубаксар. С прицелом на внешний рынок в ЧУВАШе обсудили поддержку предприятий в рамках национального проекта международная кооперация и экспорт. Сверхпрожиточного минимума Государственный совет ЧУВАШи поддержал законопроект о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров. Увеличение экспорта российской продукции – одна из ключевых задач, которые ставит президент Владимир Путин. Организации, реализующие корпоративные программы повышения конкурентноспособности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» вправе рассчитывать на господдержку. Этим вопросом и посвятили заседание «Круглого стола», которое провел глава ЧУВАШи Михаил Игнатьев. Международная кооперация и экспорт – один из национальных проектов, призванный не только стимулировать внешнеэкономическую деятельность, но и повышать конкурентноспособность предприятий-участников. Общие объемы финансирования проектов в целом по России – около триллиона рублей. «Промышленный экспорт – это 422 миллиарда рублей, экспорт продукции АПК – 47 миллиардов рублей. Касаясь обрабатывающих производств, касаясь химической промышленности, машиностроения, пищевых перерабатывающих предприятий, эти предприятия у нас известны, мы всегда их называем. Но касаясь экспорта продукции АПК, в прошлом году 23,5 миллиона долларов. Это тоже очень важно. И в 2024 году мы должны выйти на 50 миллионов долларов поэтапно, пошагово. Все эти мероприятия в дорожной карте у Министерства сельского хозяйства у нас расписаны, и у Федерального министерства сельского хозяйства». Это только цифры по агропрому. Перед промышленниками стоят еще более амбициозные задачи. На их долю приходится почти 90% внешнеторгового оборота. Впрочем, поддержка тоже будет ощутимой. Это и кредитование, и льготное финансирование, и субсидирование логистических затрат, и развитие инфраструктуры экспорта. Уже определен порядок формирования утверждения единого списка организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентной способности. «Для включения в единый список российских организаций, реализующих корпоративные программы, могут отбираться наиболее эффективные предприятия. Критериями отбора станут экспортный потенциал и объем финансирования для обеспечения выхода продукции на внешние рынки», отметил Михаил Игнатьев. Сегодня продукция чувашских производителей представлена на рынках 79 стран. Благодаря проекту «География поставок» и количеству предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентной способности, должны увеличиться. Сам выход на экспорт, он не так прост на европейские страны. Мы сегодня пытаемся выйти на экспорт на немецкий рынок. Более трех лет занимаемся этой работой. И мы ожидаем, что в этом году, к концу года, мы все-таки получим разрешение на экспорт в Германию. И только по факту уже совершения экспорта можно обратиться за поддержкой. Сегодня же в Доме правительства собрались победители экономического соревнования среди организаций обрабатывающих производств за 2018 год. Среди награжденных завод имени Чапаева, Хивель, научно-производственное объединение «Каскад», «Химпром», «Лента», «Чебоксарский элеватор», «Перкарбонат». Вручая диплому победителям, глава Чувашии поблагодарил руководителей предприятий и их коллектива за плодотворную работу, пожелал не сдавать позиций. Еще одна приятная новость. На территории опережающего экономического развития в Канаше появился новый резидент. Общество с ограниченной ответственностью «Аркто» намерено реализовать масштабный инвестпроект. В его рамках планируется производство полной линейки холодильных шкафов коммерческого назначения. Предусмотрено создание 100 новых рабочих мест. Распоряжение о передаче инвестору в аренду земельных участков глава Чувашии подписал сегодня. Доплата к пенсиям сверхпрожиточного минимума. Этот вопрос стал единственным в повестке дня внеочередной сессии Государственного Совета Республики. Законопроект о доплатах к пенсиям сверхпрожиточного минимума для неработающих пенсионеров правительство России внесло в Государственную Думу 4 марта. От регионов сейчас ждут отзывов, замечаний и предложений. Суть документа в том, чтобы не включать в итоговую сумму материального обеспечения пенсионера цифры, получившиеся после расчета текущей индексации пенсии, а выплачивать их сверх после того, как сумму доведут до прожиточного минимума социальными выплатами. Для примера возьмем пенсионера, чья пенсия составляет 7200 рублей. При том, что прожиточный минимум для пенсионеров Чувашии сейчас 7953 рубля. По старым правилам пенсию бы сначала проиндексировали. С 1 января этого года на 7,05%. Получилось бы 7707 рублей 60 копеек. Затем, чтобы довести эту сумму до прожиточного минимума, пенсионеры бы доплатили 254 рубля 40 копеек. По новым правилам сумму индексации не будут учитывать при доведении пенсии до прожиточного минимума. Пенсионер получит доплату 753 рубля, а затем и сумму индексации 507 рублей 60 копеек. Итого сумма составит более 8000 рублей. Таким образом, у каждого неработающего пенсионера, у кого страховая или социальная пенсия ниже прожиточного минимума, они будут получать пенсию в размере прожиточного минимума пенсионера, плюс сумма индексации пенсии. Законопроект будет действовать с 1 января 2019 года и предусматривает перерасчет с 1 января сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами. Большинством голосов проект закона республиканский парламент поддержал. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Многие женщины-чувошие прославляют регион на спортивной арене. Представительниц прекрасной половины, завоевавших медали на чемпионатах и первенствах, поздравили с наступающим праздником. Девушек пригласили на торжественный вечер, чтобы еще раз вспомнить об их победах. Подробности у Дмитрия Ковалева. Собраться вместе, да еще в таком составе, удается редко. У каждой из них напряженный график тренировок. Сейчас у большинства спортсменок заслуженный отпуск. Торжественный вечер – неплохой повод сменить форму на шикарные платья. Что заодно? В преддверии праздника глава республики озвучил приятную для самбисток новость. В следующем году в Чебоксарах пройдет чемпионат России по самообороне без оружия. А в июле столица региона примет лучших легкоатлетов страны. К новым стартам усиленно готовится Екатерина Ишова. В этом сезоне она уже установила рекорд Европы, преодолев 3000 метров за 9 минут. Очень хотелось бы пробежать летом по нормативу, чтобы отобраться на Олимпиаду и уже готовиться целенаправленно к Олимпийским играм. И хорошо было бы еще, чтобы нас допустили. Уже через неделю я уезжаю на сборы и буду готовиться к лету. Летние старты впереди в разгаре универсиада. Накануне в Красноярске золотую медаль завоевала фристайлистка Лана Прусакова. Успешно на чемпионате страны выступили и самбисты. В их копилке пять наград. Среди девушек завоевала золотую медаль Елена Бондарева. Это же очень здорово. Вы знаете, наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень много сил и энергии тратит на физическую культуру и спорт. Новые индикаторы перед нами появились, чтобы в обществе среди жителей Чувавской Республики 55% систематически занимались физической культурой и спортом. Грация, красота, воля к победе – все это про них. В тяжелой атлетике спортсменки Республики добиваются больших высот. На кону девушек чемпионат Европы. Мы выступали на первенствах России, на первенствах Европы. Привезли медали серебряные, бронзовые. Установили личные рекорды. Редко бывает, говорят, что как девушки могут заниматься таким видом спорта. Но это очень редко, и некоторые понимают, что это вид спорта. Через месяц у нас первенство России, отбор на Европу. Надо там выиграть, чтобы на Европу попасть туда готовиться. С наступающим праздником глава региона поздравила ветеранов спорта, на примерах которых воспитывали нынешнюю плеяду чемпионов. Сейчас в списке сборных команд включены более ста спортсменок Республики. От своих кумиров болельщики ждут новых побед. Команда молодости нашей, команда без которой нам не жить. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика. От учителя до директора лицея. Такой путь прошла Наталья Бахмесова, почетный работник общего образования России. У руля 18-го научебоксарского лицея она уже 10 лет. На ее счету много наград. Недавно к ним прибавилась еще одна. Наталью Олеговну признали лучшим руководителем года в региональном конкурсе «Женщина-лидер». Всегда красивая, деловая, обаятельная, спокойная, в хорошем настроении. Ежедневно только так встречает Наталья Олеговна учителей и учеников в лицее. Будь успешным руководителем – это ремесло. Но осуществлять все задуманное и поддерживать высокий статус лицея в одиночку невозможно. За 10 лет многое, в принципе, сделано, достигнуто. Поэтому это подведение итогов моего десятилетия в должности директора 18-го лицея. А так я в школе в 18-м лицея работаю с 1994 года. Я собрала команду, которая со мной много работает. Потому что без хорошей команды руководитель просто не сможет руководить вот так школой. Поэтому я считаю, что у меня очень хорошие заместители, каждый на своем месте. Самое главное, что стало заметно за последние годы – это улучшение материально-технической базы лицея. Действительно, это одно из главных направлений работы Натальи Олеговны. Во-вторых, я бы отметила ту атмосферу, которая царит в нашем коллективе. Наталья Олеговна очень интеллигентный человек. Она крайне редко повышает голос. И даже если это приходится делать, это всегда бывает очень культурно, интеллигентно. У коллектива нет страха перед кабинетом директора. Любые вопросы решаются очень спокойно, интеллигентно. Высококвалифицированный руководитель, очень интеллигентный. Всегда откликается на любое начинание, готова к любым инновациям. В нашей школе мы стараемся создавать в каждом классе ситуацию успеха. Для того, чтобы дети могли развиваться в соответствии со своими возможностями и с теми возможностями, которые дает школа. В сочетании с доброжелательной атмосферой, педагогические методики и программы, которые применяются в лицее, дают хорошие результаты. Образовательное учреждение входит в топ-500 лучших школ России и среди первых 200 школ, обеспечивающих развитие талантов учащихся. Ученики школы, победители всероссийских олимпиад, лицеисты, настоящие профи в физике, математике, географии, биологии. Когда нужно участвовать в дистанционных олимпиадах, школа выдает и компьютеры, и ноутбуки, чтобы дети смогли заниматься прямо здесь. Летом мы с учениками из параллельных классов помогали обустроить эту библиотеку. Библиотека переехала в более обширный кабинет. Здесь новые стеллажи, которые очень красивые, радуют глаз. Большое количество книг, которые можно всегда использовать. Существует библиотечный информационный ресурс ЛитРЭС, в котором можно бесплатно скачивать книги и пользоваться. Интерес к точным наукам в лицее прививают уже с начальных классов. Учиться здесь достаточно непросто, об этом говорит и Наталья Бахмесова, но совместными усилиями руководства педагогического коллектива и неравнодушных родителей удается создавать комфортные условия для обучения детей. Мне очень нравится ходить в школу, потому что в школе очень интересно. Я захожу в класс с хорошим настроением, здороваюсь с друзьями, переодеваюсь, готовлюсь к уроку. Наша учительница самая добрая Елена Михайловна. На тематике мне нравятся задачи решать и примеры. Какая тема твоя любимая? Умножение на числа столбиком. За последние годы в лицее сделали новую библиотеку, оснастили все кабинеты необходимой современной компьютерной техникой. Наталья Бахмесова планирует участвовать в федеральных проектах, с помощью которых можно сделать школу еще более современной. Например, оснастить информационно-ресурсный центр программой 3D-моделирования. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. В годы Великой Отечественной войны более 70 уроженцев Чувашии получили высокие звания Героев Советского Союза. Среди них летчик-истребитель Александр Васильевич Кочетов. 8 марта исполняется 100 лет со дня его рождения. Имя героя присвоено Чувашскому кадетскому корпусу. Сегодня ребята с гордостью вспоминают прославленного земляка. Александр Васильевич Кочетов, он жил в Алатаре. Он во время своей службы подбил 20 самолетов сам и 11 самолетов с помощью своих товарищей, то есть в группе. Я хочу быть очень похожим на Кочетово, потому что я с малых лет тоже мечтаю стать летчиком, поэтому я поступил в этот кадетский корпус. Я знаю о нем то, что летом 1944 года Александру Васильевичу Кочетову дали отпуск. Во время своего отпуска он решил поехать в свой родный город Алатарь. Дохраненным его подвигом, алатарцы собрали деньги на самолет и, к примеру, последовал председатель колхоза, и в итоге ему подарили два самолета. Один самолет оставил себе, а другой подарил лучшему другу, Спартаку Маковскому. После войны Александр Васильевич Кочетов вернулся в Севоксаро, где закончил исторический факультет педагогического университета. После он стал начальником радиотехнической школы и возглавил Стрелковый клуб. Мы постоянно вспоминаем его подвиги. У нас даже в уставе написана его история, автобиография. Постоянно даже на ОВС, основу военной службы, мы постоянно говорим о нем, о его подвигах, как необходимо быть таким же смелым. Потому что, согласитесь, что не каждый человек сможет стать героем Советского Союза, сбить 34 самолета, сделать больше 100 вылетов. Это очень почетно. Вся страна до сих пор гордится своим героем, а он, в свою очередь, мог бы гордиться своими потомками. Правнучка Александра Кочетова – олимпийская чемпионка 2014 года в фигурном катании Аделины Сотникова. Девушка приезжала на открытие кадетского корпуса. Там и рассказала, что очень жалеет, что не застала своего героического прадедушку. О том, насколько он был бесстрашен в небе, она знает по рассказам бабушки. Мне бабушка рассказывала, что у меня есть нотки его характера. И это действительно очень... Я очень этому рада, потому что я тоже, как можно сказать, бесстрашная, и иду на пролом, и у меня есть что-то дедушкино. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Пришли за покупками, попали на концерт. Военный оркестр Росгвардии устроил предпраздничный флешмоб в одном из торговых центров Чебоксар. Обычный будний день. Покупатели спешат за обновками в отделы торгового центра. Как вдруг звучит живая музыка. Барабан, альт, тромбон. На одной сцене музыканты выступают много лет, но на площадке торгового центра в первый раз. Только зашла, услышала и сразу спустилась с ней, чтобы посмотреть и вас тоже поближе. Для поднятия настроения живая музыка. Хорошая оркестр, классно играет. В исполнении музыкантов звучат марши, музыка из кинофильмов, джаз и рок-н-ролл. Выступление прекрасное, очень воодушевляющее. Настроение весеннее сразу создается. Мы пришли с мамой в каскад за покупками и были уделены тому, что у нас в торговом центре проходит концерт, приуроченный 8 марта. Очень классно. Давайте как-то неординарно выступим и поздравим женщин страны, можно сказать. Вот. И вот возникла такая идея. Хочу поздравить дорогих наших дам, женщин с наступающим или с международным женским днем. И хочу пожелать семейного счастья, чтобы любили. И мужчины вас в этот день поздравили неординарно, как мы сейчас поздравили с нашим оркестром. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Музей пожарной охраны в Чебоксарах отпраздновал юбилей. Уже 45 лет специалисты Центра противопожарной пропаганды рассказывают своим посетителям о нелегком пожарном деле. Музейная экспозиция разместилась в бывшей пожарной части на Карла Маркса. На трех этажах несколько тематических залов, десятки тысяч экспонатов. Музей пожарной охраны в Чебоксарах открыли 4 марта 1974 года на улице Николаева. В 1988 году выставка была перенесена в здание по улице Карла Маркса и переименована в пожарно-технический центр по передовому опыту пожарной охраны МВД Чувашской АССР. Василий Нягин один из тех, кто принимал участие в обустройстве некоторых экспозиций. Освободили вот эти помещения и на историческом месте, поскольку на Карла Маркса 37 располагалась пожарная часть номер 4. То есть это реально боевая часть, которая выезжала на пожары. И само здание в этом году, в июне, вот справляет 82-ю годовщину. Мы можем с гордостью сказать, что то, что было раньше, сохранили, приумножили. И сегодня вот этот музей служит нашему народу. Экспозиции постоянно пополняются. Появляются экспонаты, благодаря которым посетители узнают о работе пожарной службы не только в столице Чувашии, но и по всей России. Сейчас центру присвоен статус государственного музея. За 90 лет здание заметно обветшало и нуждается в ремонте. За год работы здесь на уроках по пожарной безопасности побывали тысячи школьников со всей республики. Это место любят не только дети. Взрослые тоже с удовольствием изучают диорамы, макеты, живые экспонаты, собранные с мест реальных трагедий. Надежды светит на звезда надежды, все одна, я за победу и за честь своей страны. Такое случается нечасто, но празднование Международного женского дня в 2019 году совпадает с закрытием Масленицы. С 8 по 10 марта в Чебоксарах на разных площадках пройдет множество мероприятий. Одним из самых массовых и зрелищных обещает быть закрытие Масленичной недели. Самые масштабные мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха Логревский лес. Детском парке имени Николаева, этнокомплексе Амазония. Проводить зиму можно будет и в Бауманском лесу. Помимо традиционных масленичных забав, жители смогут посоревноваться в перетягивании каната, играх на меткость и ловкость. Давай, 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 давай! После азартных спортивных мероприятий здесь же можно будет отведать уху и шашлыки. В этом году закрывать Масленицу в Амазоне будут в национальных традициях. С весенним хороводом, народными играми, в сопровождении героев чувашских сказок, детскими мастер-классами по плетению чувашской руны солнца. Кроме того, гостей ждет множество развлечений, локаций, народных забав, выступления творческих коллективов и артистов, конкурс частушек, перетанцовки и кидание валенок. И, кстати, здесь же сожгут самое большое чучело. Это все новости на сегодня. Я, Галина Титарчук, прощаюсь с вами. Хороших весенних вам выходных! На улице весна. Пора обновлений. Теперь в Чебоксарах есть точный адрес, где легко можно найти качественную и стильную верхнюю одежду. Ярмарка «Ермак» расположена по адресу Максима Горького, 49. Ассортимент новой весенней коллекции впечатляет своим разнообразием. Здесь более 5000 моделей современной верхней одежды фабричного производства. Подходящую для себя модель найдут и юные модницы, и солидные дамы. Мы привезли новую весеннюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно вас удивит своим ассортиментом. Более 5000 наименований курток, пуховиков, пальто и плащей. Все хорошего качества, так как отшивается на наших российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Елизавета Данилова с мужем приехали на ярмарку из района. Пришли за одной курткой, а в итоге купили сразу три. Про «Ермак» мы узнали через телевидение и решили заехать. А как заехали, посмотрели ассортимент большой. Мы выбрали всей семье продукцию эту, мужу, дочери и себе. Никого не обидели. А по цене как? По цене средняя по нашей республике, скажем. Мужчинам тоже есть из чего выбрать. Здесь для них отведена целая половина магазина. Не потеряться в мире разных моделей, цветов и размеров помогут отзывчивые продавцы-консультанты. Ценовая политика здесь очень гибкая и начинается с 2200 рублей. Торопитесь! Ярмарка верхней одежды по адресу Максима Горького 49. Работает без выходных. По будням с 10 до 20 и с 10 до 18 по выходным. Редактор субтитров А.Семкин